С наступлением октября стартовала отопительная кампания в округе. Тепло уже подаётся в школы и детские сады, но только в те, которые изъявили желание. Жилой фонд, по прогнозам специалистов, начнут отапливать к середине октября. Котельный округ в полной боевой готовности. Восемь котельных будет запущена сегодня. Это те котельные, на которых есть объекты соцкульптуры. По подготовке к зиме у нас осталось подготовить одну котельную. Ситуацию с детскими садами и школами Евгений Корж проверил лично. Попутно помимо отопительного сезона возникли и другие проблемные моменты. Например, вопросы благоустройства прилегающих к образовательным учреждениям территорий. В 29-й школе возле входа, там пройти вообще дождь невозможно. Там по коленам воды. Асфальт и лужи. Я думаю, что можно проштробиться, что-то сделать. Есть там уклоны, есть канавы, куда вода будет уходить. Там просто мы пройти не смогли. А как дети. В поле зрения попала и 22-я школа. Еще летом там начали утеплять и обшивать фасад здания. Морозы не за горами, а работа все еще на полпути. На сегодняшний день поставщик выполнил все работы за исключением плитки. Им осталась плитка. Еще не подошла. Они ждут ее по железной дороге, вместо отправки. А вы включили санкции, все подали на них? Да. Мы в контракте. Там написано, что мы сразу, когда будем с ними рассчитываться по факту, еще ни копейки не получили. Мы сразу им не платим вот эти штрафные санкции. Силовые структуры города доложили, неделя прошла в штатном режиме. Временно исполняющий обязанности главы администрации округа еще раз напомнил. Вопрос улицы Резервной 2А, где возникли сложности с подвозом воды и размещением надворных построек, он держит на личном контроле. И на этой неделе снова состоится рабочая поездка по этому адресу. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.